Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Михаленко, в Крыму. Наконец-таки, солнечная погода сегодня. И я решил прогуляться от пляжа Солнечной долины до поселка Курортное, через Нудийский пляж Лисью к бухту. И заодно посмотрим, как сильно изменился берег после мега-шторма, который был в Крыму. В общем, с вас, как всегда, огромнейший палец вверх под этим видеороликом. Ну а мы с вами начинаем. Погнали! Ну что, друзья, начинаем свой путь прямо с пляжа Прибрежного, с Солнечной долины, и идем в поселок Курортное. Курортное, если что, вон тот поселочек, который расположен тоже возле вулкана Кородак. Будем идти вдоль берега, смотреть на изменения, потому что вот пляж в Солнечной долине тоже так серьезно, я вам скажу, пострадал после этого мега-шторма, который был. Помните, который я снимал, показывал вам? Как видим, сюда тоже пришла сильная волна, которая частично посмывала пляжи, которая разрушила здесь все ступени. Появились какие-то вот бетонные здесь плиты. Я их вообще здесь не помню на пляжах. Вот тут здание, кафешка какая-то была, она тоже, друзья, полностью разрушена. Но зачем было ее строить прямо на берегу моря? Тоже вопрос. Кто теперь будет весь этот мусор убирать, все эти плиты, не знаю. Но вот эти плиты, они тут, походу, были давно, просто не скрывались под песочком, под галькой. Это еще, скорее всего, при Советском Союзе что-то здесь строили. Я даже не знаю, что здесь было раньше. Потому что вот такие вскрылись плиты на берегу. Но сам берег тоже, как мы видим, подмыло. Так же, как и в Тихой бухте, когда мы смотрели. Вот видите, все ступенечки, друзья, к сожалению, подмыты. Я не знаю, будет ли тут делать какую-то реконструкцию. Когда-то в планах была здесь реконструкция набережной в Солнечной долине. Это года два-три назад даже проекты создавали. Был конкурс на лучший проект по реконструкции, но как сейчас обстоят дела с этим, непонятно. Здесь, видите, тоже был спуск. Здесь сверху была парковка. Как я понимаю, там машины ставили. Но тоже часть этих сооружений обрушилась вот сюда на пляж. Потому что шторм, который был, он подмыл вот этот грунт. И все сверху здесь упало. Тут, походу, какие-то ступени вот они были к морю. Да, ситуация, конечно, тоже такая печальная на пляже. Вот здесь прям серьезно подмыло. Ну, а что поделать? Это был прям реально очень сильный шторм за последние сколько там, сто лет. И вот некоторые конструкции не выдержали. Но я думаю, что порядок по-любому здесь, друзья, наведут. К всему свое время. Поэтому будем ждать, мониторить всю эту ситуацию. Буду вас держать в курсе. Так, я предлагаю подняться нам вверх и пройтись просто по набережной посмотреть. Пляж, в принципе, мы вот увидели. И тоже огромные какие-то глыбы. Вот они откололись и упали. Тут такое место тоже хорошее. Мне очень нравятся это местечко, эти пляжи, потому что летом сюда можно приехать и отдохнуть. Здесь немного людей. Тут летом тоже работают заведения, кафешки, есть где покушать. Поэтому место хорошее. Ну и, кстати, летом здесь зелено на набережной. Все вот эти деревья стоят в листве, много теней от них падает. В общем, можно скрыться в жаркий день под деревом, в тенечке посидеть. Естественно, зимой сейчас здесь ничего не работает. Потому что кто сюда зимой приедет? Отдыхающие не приедут, а местные. Но у них есть свои дома, зачем им арендовать? Где-то здесь гостиница, либо кафешка. Все дома могут покушать. Поэтому здесь зимой не работает ни одно заведение. Так, ну, сейчас пойдем дальше, посмотрим. Мне интересна та часть, потому что там прям были такие серьезные до шторма еще тоже обрушения. Не смыло ли там вообще дорогу полностью? Сейчас посмотрим. Ну, а после этого пляжа уже отправимся по берегу, через холмы, через горы, до поселка Курортное. Через Лисью бухту там очень тоже красивый пляж, такой песчаный, как же он мне нравится. Ну, на фоне вулкан Карадак у нас, за ним уже виднеется поселок Орджоникидзе, мыские Катлама. В море он как будто какой-то вообще отдельный остров. Такой вид отсюда необычный. В этой части, на удивление, вообще ничего не изменилось, как было здесь вот разрушение еще с давних времен, так они до сих пор и остались. Но вот пляж, походу, вымылась сюда песочек, здесь пляж стал пошире чутка, видите, как выглядит. Поэтому место, где отдыхать в прибрежном тоже, как видим, осталось. Длинный пляж, аж до самой вот этой горки ведет. Широкий, дикий, класс. Летом, кстати, люди здесь даже на пляже в палатках останавливаются, здесь это разрешено. Поэтому, кто будет ехать с палаткой на отдых, можно прямо сюда подъехать, установить палатку и кайфовать здесь. Люди тут целое лето прямо в палатках живут, и им все нравится. Так, путь, конечно, у нас не близкий. Мне интересно будет пройти там под горой, опасные моменты будут. Потому что там и раньше было страшно ходить, что казалось, камень сверху может упасть. Как там сейчас будет, были ли там какие-нибудь оползни, посмотрим. Ну, вот тут кусочек тоже асфальта смыло. Ну, вот здесь, друзья, это уже давно. Это территория, конечно. Место хорошее. Ну, и, кстати, тут вокруг сейчас, друзья, тоже строятся какие-то домики, гостиницы небольшие. Я думаю, что в скором будущем это место будет развиваться. Что набережную здесь тоже приведут в порядок. Ну, раньше было можно полностью проехать на машине по этой набережной. Сейчас, к сожалению, вы уже не проедете. Либо с той стороны заезжаете, либо оттуда, откуда я вот иду. Смотрите на цвет моря. Я так скучал по солнцу, друзья, но у нас такая погода в этом году вообще непонятная. Постоянно пасмурно, дожди, вот это туманы. И прям по солнцу реально скучаешь. Проезда нет, пишут. Ну, здесь, в принципе, ничего и не изменилось. Также здесь, на окраине поселочка Прибрежно, есть, друзья, кемпинг. Называется Тартуга. Вот контакты, если вдруг кто поедет забронировать все место заранее. У них вот такая небольшая полянка среди кипарисов. Ну, кстати, летом я здесь вечером, помню, проходил. У них тут дискотеки проходят прикольные. Ой, чуть не упал. Ладно, нам нужно подняться на вот этот холмик. И с него будут красивые виды сейчас. Поднялись на этот холм. И вот такие с него виды на бескрайнее море и на вулкан, друзья. Как же красиво смотрятся горы. Ну, я как посмотрю, какое расстояние здесь огромное идти. Ну, в конце ролика скажу, сколько шагов прошагал сегодня. Вот гора Эйчки-Даг. Так, и отсюда ветер дует. Ветер, остановись. Но, видите, холмы пока еще не зеленые. Весной это все позеленеет, друзья. Пойдут первоцветы. Я уже очень жду этого времени. Скорее бы, расцвели дикие тюльпанчики. Ну, и другие цветы. Вон он, мыс толстый. Меганом за ним. Красота. И вот такое море. Ну, море сегодня относительно спокойное. Нет какой-то большой волны. Хотя вот три дня назад, друзья, такая волна поднималась. Я на Меганоме тогда снимал закат. Ну, в телеграм-канале, в моем, вы должны были видеть фото и коротенькие ролики с того дня. О, чуть спустили. Здесь уже не так ветер дует. Так, ну, давайте прямо на край зайдем. Что в море такое? Риф идет. Ну, скорее всего, друзья, в прошлом часть этого мыса выходила тоже в море. Потому что, как мы видим, здесь небольшая глубина. И, видите, вот так идут скальные пласты. Но со временем шторма также, скорее всего, разрушили это место. И просто всю землю, по которой мы сейчас с вами ходим, смыли ее. Здесь такая земля порода глиняный сланец. Ну, и то, из чего состоит и хамелеон. И, видите, как вот, видно, глубина тут мелкая. Вот-вот-вот она же до-сюда идет. Скорее всего, реально мыс вот такой раньше и был земляной. Вон он, Карадаг. Я уже очень хочу попасть на Карадаг. Записался на субботу на экскурсию. Поэтому, скорее всего, скоро ждите видеоролик с Карадага. Пойдем с вами с зимнего. Хотя погода, кажется, по картинке, что сейчас, наверное, лето. Потому что летом здесь все выглядит приблизительно так же. Но все равно, друзья, очень живописные места. Все эти холмы, все вершины гор, которые вдали виднеются. Не знаю, вот такое место тут уединенное, дикое. Когда идешь, ты просто отдыхаешь. Поэтому будете в Крыму, выберите один день для пешего похода от Солнечной долины до Курортного. Либо наоборот, из Курортного до Солнечной долины. Вы не пожалеете. Хоть тут и нет той растительности, как на южном берегу Крыма. Но вот я не знаю, почему-то это место тоже мне очень нравится. Не объяснить с вами. Ладно, потопали дальше. Дорога сегодня очень-очень длинная. Вы только посмотрите, где? Курортная. Вот курортная. И сколько нам по берегу, тут вот так, вот так, по этим бухтам, вокруг мысов предстоит пройти сегодня. Да. Ну а что, идти удовольствие, поэтому наоборот идем и насхождаемся. Водичку я сегодня даже с собой взял, поэтому мне вообще сегодня ничего не страшно. От жажды не умрем с вами. Ну все, спускаемся, друзья. И теперь наша дорожка будет вести вдоль пляжа по берегу. Вот надеюсь, пляж будет во всех местах, потому что после мегашторма мы здесь не ходили. Мы не в курсе, что там вообще будет происходить у нас. Но волны по чуть-чуть поднимаются, кстати. Это плохо, если что, потому что идти будет некомфортно. Посмотрите, какая здесь порода. Там такие скалы снизу. Или не скалы? Это не скалы, это вот этот грунт, это земля, чтобы вы понимали. А выглядит обточено, как будто скала. Вот, друзья, видите? Видите, это такой, можно сказать, грунт. Просто вот он. И он скользкий, как лед. У-у-у! Да, реально выглядит, как скалы. И, кстати, смотрите, здесь такие же камни встречаются, как в Тихой Бухте на пляже. Такие же красноватого цвета. Ну, после действий вулкана древнего. Вон того, вулкана Кородак. Смотрите, что нашел, друзья. Камешек вот с такой дырочкой. Это природное происхождение. Называются такие камешки «Куриный бог». Может, слышали, может, нет. В детстве все их, наверное, на пляже искали раньше. Но это кудач, если вы такой нашли. Я, кстати, вот за все время первый раз только такой в Крыму нашел, как здесь живу. Но я с собой его заберу на память. Ну, вот так и пролегает наш маршрут к поселку. Здесь, конечно, друзья, берег немного изменился. Смотрите, какие камни появились. Но они встречались чуть дальше, я помню. Тоже были. Но не в таком большом количестве и в одном месте собраны. Вот сама гора. Видите, как тоже интересно, идут все эти пласты. И вот вверху висят эти камешки. Поэтому под горой идти прям страшновато. Кажется, что что-нибудь может прилететь на голову. Поэтому будьте очень аккуратны, когда гуляете в таких местах. Просто подальше от горы отходите, насколько это возможно. И вот так двигайтесь по маршруту. Вот здесь прям много этих красных камней. Видите, вот все ими усеяно просто. Вон огромная глыба отвалилась. Сейчас дойдем до нее, покажу поближе. Ух ты! Смотрите, как сверкают кристальчики. Блин, не знаю, камера передает вам или нет блеск этот. Выглядит интересно. Вот древний коралловый риф, кстати, тут сразу лежит. Видите, окаменелый риф. Вот они, кораллы. Такие в новом свете встречаются очень часто. Короче, тут можно изучать историю по камням, по этим. Которые под ногами у нас лежат. Так, а откуда же он свалился? Этого точно раньше не было. Вот, видите, огромный такой валун упал. Ну, вот в этом участке видно тоже. Ну, небольшой оползень, вот он. Так, ну, обходим вокруг горы. И тут тоже, друзья, такая уединенная тихая бухта. Мне она тоже очень нравится. Но летом здесь много палаточников отдыхает. Поэтому летом она не такая уж и уединенная. Вот, друзья, тоже оползень произошел. Видите? Видите, берег по чуть-чуть меняет свой облик из-за штормов. Так, ну, я пока еще не встретил людей. Мне интересно, живут ли люди на нудистском пляже, на Лисей бухте. Обычно там и зимой живут. Может, кого-нибудь встретим, расспросим у них, как они выживают здесь зимой. Интересно будет узнать. Ну, здесь тоже огромные глыбы. И вот эта бухточка начинается. И мы уже по чуть-чуть подходим до киногородка. Здесь вообще обнаружил камни с какими-то узорами. Кто знает, что это может быть такое. Очень тоже необычно они смотрятся. Вот, в одном месте их сразу, видите, сколько штук. Вот этот прям выделяется среди всех. Очень интересно. Вот так выглядит пляж в этой бухте. Друзья, ну, абсолютно дикое место. Мне вот такие местечки нравятся. Ну, и пляж здесь тоже хороший. Поэтому, кто прям любит совсем дикий отдых, можно свободно сюда приходить. Либо ехать на машине до киногородка, и там метров 200 пройти сюда пешком. Зато никто не будет вам мешать отдыхать. Людей будет по минимуму. Не как на городском пляже. Я вообще не понимаю, люди, которые отдыхают на городских пляжах. Там же сотни людей. Выезжайте куда-нибудь за город, на дикие места. И вы вот просто отдохнете, кайфанете на таком отдыхе. Рисочек здесь. Кайф. Вот с этого места уже начинается, друзья, Лисья бухта Эчкидаг. Грандшафтно-рекреационный парк регионального значения. И здесь, видите, на берегу постройки, такие заброшенные. Это и есть киногородок. На самом деле, эти постройки, это декорации к фильму. Когда-то давно здесь снимали фильм, который так и не вышел, к сожалению, в прокат. Но постройки здесь сохранились до наших дней. Хоть они уже и разрушены наполовину. Но место, вот у садокчан, киногородок ассоциируется с таким диким отдыхом. Многие сюда приезжают именно на майские праздники, пожарить шашлычок, отдохнуть у моря в тишине, вокруг дикой природы. Но сейчас, не знаю, кстати, здесь, видите, такой парк. Тут запрещается, скорее всего, уже жечь костры. Но летом, я скажу, тех, кто отдыхает здесь в палатке, это не останавливает. Здесь летом тоже, вот вокруг этих всех деревьев стоят палатки. Люди здесь живут прям целыми месяцами. Ну и по-любому они костры здесь точно жгут, я уверен. Надпись на камне гласит, не оставляй здесь мусор, стоп. Но, как по мне, я бы, наверное, снес бы весь этот киногородок, друзья. Потому что он, видите, какой, как ужасно смотрится здесь на берегу моря, вот эти постройки. Вывез бы его куда-нибудь отсюда, чтобы здесь был просто дикий пляж, дикое местечко без вот этих построек. Потому что они тут и создают весь этот, в принципе, мусор. Такие картины здесь нарисованы. Ну, как-то так все печально выглядит. Ой, какой-то турист этот с палками. Не одни мы здесь, друзья, гуляем. Такие на городке. Так, ну и здесь тоже вот такая картина. Каждый год, кстати, здесь кто-то рисует новые картины. Они обновляются постоянно. Сейчас спросим, откуда идет мужичок. Значит, он захочет говорить на камеру. Ну, вот так, друзья, все это выглядит. Здравствуйте. Вы откуда идете? С очки Дага? Понятненько. А поднимались откуда? С Сибитовки. Ну, круто маршрут такой. А что там были, на скалах? Круто. А с вами откуда? Из Москвы. Из Москвы? Путешествуете? Местный, наверное. Ну, как, 10 лет тут живу уже все-таки. Ну, значит, уже местный. Ну, да. Ладно, давай, счастливо. До свидания. Вот так, друзья, видите, москвичи тоже у нас тут любят путешествовать. Ну, респект. Мужчина, говорит, был на Эчки Даге. Это вот те горы, вершины. Вот после Карадага, в субботу, когда сходим на Карадаг, я думаю, Эчки Даг тоже стоит посетить нам. Так, ну, и здесь вот такой заброс. Это декорация, если что. Тут никто не хотел строить гостиницы, либо магазины, либо жилье. Это просто тоже декорации к фильму. Жаль, что их не вывезли. Тут так берег хороший, такая поляночка прям. Так, ну, и кто-то здесь установил вот такой вагончик. Видите, труба для печки. Ну, и летом сюда тоже кто-то приезжает, то ли из Москвы, то ли откуда живет в этом вагончике. Или раньше жил. Сейчас посмотрим на его состояние. Может, и сейчас там кто-то живет. Кто-то говорил, что здесь то ли баня, то ли что-то такое было. Но я, насколько помню, заглядывали мы здесь с вами в окошко, там бани никакой не было. Там просто спальное место. Нет, друзья, окна, видите, забили. Хозяин, видимо, здесь бывал, потому что мы заглядывали тогда в окошко. Ну, здесь вот такой замок висит. Амбарный. Дверь не открыть нам. Да и не надо. Вот здесь такое то, что похоже на печку. Соорудили из кирпича. А вот столик со стульями мне нравится. Его убирать не нужно. Потому что вот идешь по прогулочке, по тропе, сел, отдохнул, попил водички с прекрасным видом на Карадак. И отправился дальше в свой маршрут. Погода меняется просто на глазах. Смотрите, как уже, друзья, налетели тучи. Уже нет такого синего неба, когда мы с вами начинали снимать. Но это Крым. Главное, чтобы дождь не пошел теперь. Потому что по мокрым камням будет максимально некомфортно передвигаться. Иду я возле вот такого, такой стены с торчащими камешками. И иду очень аккуратно. Потому что, если что-то упадет, оттуда будет прям неприятно. Вот, друзья, идем по берегу. Берег, конечно, очень изменился. Стало много камней в этой части. Интересно, что с лисьей бухтой. Посмотрим. Вот прям видны, вот они, свежие эти ополозни, обрушения. Вот тоже трещина пошла. Тоже скоро кусочек грунта просто упадет. Вот так с вами идем. Но дорога не сложная. Порой бывают вот такие опасные моменты. Но сложного здесь ничего нет. Просто идешь по ровненькой, можно сказать, тропинке. В горы на высоту никуда не поднимаешься. Комфортно. Так, вот еще один оползень. Что-то их тут очень много в одном месте. Но этот прям недавно, как мы видим, был. Судя по грунту. Смотрите, вот он, грунт, еще лежит. О! Вот отсюда ввалилась. Почти добрались, друзья. Пляж Лисие бухты находится вот там. Ну, осталось еще немного. В чем показать вот эти живописные холмы. Посмотрите, какие у них рельефы. И вверху еще возрешается гора Эчкедаг, скалы. Эчкедаг – это гора трех вершин. У нее три вершины. И вот, если ехать из Коктебеля в Щебетовку, по дороге, там прямо это хорошо видно, эти три вершины. Будете проезжать, обратите внимание. Самая будет высокая гора с тремя вершинами. Так, ну что я могу сказать за пляжи? Пляжи очень изменились, стали каменистыми. Песочка нет. Теперь мне интересно попасть на саму Лисию бухту. Насколько я помню, там был всегда песок. Что сейчас там? Да, оно очень красиво, друзья. Взгляните. Какая природа, какое сегодня море. Над Карадагом еще нет туч, там синее небо. А вот со стороны солнечной долины идут тучки. В нашу сторону. Ну, кстати, вот здесь и живут люди похожи. Сейчас, если кого-то встречу, порасспрашиваю их. Если встречу, пойдем мимо. Вон там палатка, флаг у них висит. Ну, видите, зимой даже здесь, оказывается, реально тоже живут. Как интересно, в мороз они тут выживали. Потому что очень холодно, особенно ночи такие морозные были. Не знаю. Так, ну что, покажу эту гору. И вот такой небольшой панорамный вид. Красота. Вот тоже необычный камешек нашел. Посмотрите на него. Как выглядит. Нужно создавать музей необычных камней, найденных на пляже в Крыму. Может, такой существует музей, не знаю. Но вот такой экспонат там бы смотрелся неплохо. И тут кварцевые жилы такие белые. Сам он тоже такого красноватого цвета. Интересно. Ну что, друзья, это есть Тихая бухта. Вот он, пляж. Пока песочки я здесь не наблюдаю. По пути встречаются вот такие уже камешки зеленого цвета. Скорее всего, это с вкраплением пуцелана, который на Карадаге присутствует. Который раньше хотели добывать там. Их тут прям очень много становится. Так, ну печально, что я могу сказать. Песчаный пляж здесь смыл. А теперь тут чисто галька и огромные камни. Ну сейчас дальше пройдемся. Может, там что-то будет. Насколько я помню, вот в этом месте уже был песок. Люди, которые отдыхали в Тихой бухте, дайте знать, какой здесь был пляж. Ну либо на фоточках в интернете посмотрите, друзья. Пляж реально такой песчаный был. Но галька тоже попадалась. Но не в таком количестве, как здесь сейчас, что происходит. Реально. Все. Все море забрало. Весь песочек с берега. Ну я не знаю, может к лету еще и вернется, если шторма будут. Будем смотреть, мониторить все это. Но пока пляж очень преобразился, так сказать. Из песчаного в галечный. Это чисто одна галька теперь под ногами. Вот мы уже доходим до того места, где тоже живут люди в домиках. И вот возле них, я точно помню, был песок. Там еще такой человечек был на вот этой стороне выложен, на холме. Лицо человека. Ну вот, песочек есть. Может он в море на дне сейчас весь вот здесь. И море песчаное теперь дно. Вот. Видите, чутка песка встречается. Да, вот. Ориентиром для вас будет те, кто здесь отдыхал, кто ходил. Вот здесь было из камешков выложено лицо какое-то. К сожалению, сейчас они все, видите, попадали после дождей. Но место, где мы идем, вы должны уже знать ориентироваться. Ну все, друзья, песочка нет. Вот так это все сейчас выглядит. Что скажете? Кисательно этого пляжа нудистского. Вон откуда мы с вами пришли. Это где-то половина пути. Может чуть больше половины. Но совсем не намного. Еще столько же и дойдем до курортного. Да, шторм натворил делов. Что тут еще сказать? Смотрите, какие еще камни интересные нашел. Необычный такой цвет у них. Зеленоватый, тоже красивый. Вот так они выглядят. Видите, после шторма зато красивых камней теперь на берегу очень много. Вот тоже красивый рельеф. Раньше, когда был квадрокоптер, я поднимался туда наверх, друзья, и оттуда уже летал на квадрокоптере. У меня, в принципе, сейчас есть, но полеты запрещены. Поэтому не полетать, не посмотреть нам с высоты птичьего полета это. Но ничего страшного. Однажды разрешат полеты, и мы с вами продолжим летать, смотреть на эти красоты Крыма. Вот здесь в самом начале пляж уже, друзья, получше, хороший. Посмотрите, здесь мелкая такая галечка. Вот здесь отдыхать будет комфортно. В самом начале получается пляжа, вот где начинается подъем на эту гору. Да, место шикарное. Вот она, дикая природа Крыма. То, что я обожаю. Друзья, обожаю вот такие походы зимние. Зимние, осенние, весенние. Когда вообще никого нет, ты идешь, и кажется, что ты единственный человек в мире. Непередаваемое ощущение. Сказка. Весел просто посидеть вот здесь на диком пляже. Посмотреть на море, на кородак. Погреться на солнышке, пока оно еще светит. И дальше уже рванем с вами в курортное. Прогуляемся по курортному. Эх, сказка. Не передать вам ощущения свои. Здесь по-настоящему ты отдыхаешь. Ладно. Сижу 20 минут, небольшой отдых. И идем с вами дальше. Вот по таким, друзья, красивейшим местам мы с вами и идем. Здесь очень делописный рельеф. Это прям вот пляж-лисио-бухта впереди, и за ней находится вот этот море. У меня тоже обязательно придите, посмотрите, потому что, ну, очень красиво. Сжаль, камерой это вам нельзя передать. Это нужно просто увидеть вживую. Раньше мы здесь летали на квадрокоптере. Я, если вдруг отыщу кадры старые, может быть, их вставлю. А если не это еще, то не вставлю. Не знаю, короче. Остались они у меня, либо не остались уже. Так, камера не падает, ветер потише. Нет! Что-то вся камера падает. Ну, а мы с вами идем дальше по берегу. Поселочек Курортное. Давайте вам еще вот такой панорамный вид покажу этих холмов. Это все, друзья, размыла вода. Дожди, вода бежит с гор. И образует вот такие красивые узоры уже здесь на склонах. Ну, а наш путь идет дальше. Ну, не передать вам, друзья, своих ощущений. Как я люблю вот такие дикие вылазки. Дикие маршруты какие-то. Вот такой нетронутой, можно сказать, природе Крыма. Одна сказка. Вот такое море. Шикарное сегодня. Ну, кстати, волна поднялась. Ветер поднялся, и волна сразу за ним. Вот, вернулись мы снова на пляж. И с него пойдем в сторону Курортного. Так, друзья, решил чуть приблизить вам эти красивые рельефы, чтобы вы их смогли рассмотреть. Выглядит, ну, просто как-то нереально. Как будто другая планета. Жаль, что солнце прям в камеру светит. Но хоть так вам их покажу. Хоть и без квадрокоптера, но все равно. Вот такой красивый здесь пейзаж и рельеф. Друзья, помните мой старый репортаж, когда я здесь же проходил, и там семья жила в палатке. Когда что-то маленький мальчик пошел мне показывать первые подснежники. Или тюльпаны, которые там росли. Вот эта семья пошла. Дети ходят в школу с рюкзаками. Вот родители их забрали со школы. И идут обратно они домой. Живут они там, где я показал, где собачка сидела. И флаг где был. Вон в том месте. Ну трое детей, не помню. Вроде бы их двое было, а сейчас уже трое детей. И все, пошли домой делать уроки, наверное. Вот так. Тогда еще ребенок вроде бы не ходил в школу, когда я снимал. Сейчас уже все, ученик. Вот так. Летом в этом месте работают кафешки и магазинчик, где можно купить, друзья, воду и перекусить. Я помню, тут была вьетнамская кафешка. Они каждое лето сюда приезжают. И там такой вкусный супчик был. Я бы сейчас поел этого супа, честно говоря. Но, к сожалению, все закрыто. Вот на этом месте они сюда базировались. Но каждое лето они приезжают. Так, и вот мы уже встречаем первых людей, которые тоже прогуливаются здесь. Не первых уже. Вот тоже красивое дерево. На берегу прям на обрыве растет. Так, ну, летом здесь тоже, друзья, и палатки ставят. И все вот на этом островке отдыхают. Потому что здесь единственное, считай, место, где деревья. И все прям в этом тенечке. Но пляж здесь уже не очень, конечно. Все ходят купаться в Лисью бухту. Там более-менее нормально. Смотрите, какая на фоне, сзади гора. Вот она. Это Эйчки-Даг. Очень, конечно, живописная. Там есть пещера, ухо земли. Я вам ее тоже однажды уже показывал. Жаль, туда без специального оборудования не спуститься. Нужны веревки, все эти карабины. А хотелось бы там, конечно, побывать. Так, ну что? Почти дошли. Осталось пройти через эту гору впереди. И все, мы в курортном. Так, еще одна важная новость для тех, кто будет ехать на автомобиле. Вы уже дальше, друзья, не проедете. Смотрите, здесь размыло дорогу. Раньше тут был заезд. Можно было оттуда проехать вот сюда, до этого места, где кафешки. На автомобиле. Теперь этого сделать уже нельзя будет. Потому что все, шторм смыл дорогу. Это реально. Вот здесь прям маленькое место. Только на мотоцикле, либо на велосипеде, если вы сюда доберетесь, сможете проехать по этой дорожке. Вот, видите? Здесь же реально, друзья, была вот такая дорога. Тут машины проезжали. Сейчас все. Шторм забрал дорогу. Интересно, как будут добираться теперь туда кафешка это. Им же нужно все стройматериалы туда опять занести. Они еще на зиму полностью убирают, получается. А летом привозят. Теперь непонятно, как они будут тут добираться. Ну, посмотрим. Вручную, наверное, будет носить. До мусорных контейнеров. Вот дорога, в принципе, вроде бы нормальная ведет. Сейчас глянем. Вот огромные глыбы. Не, ну на авто уже не проехать, однозначно. Неужели мусорные контейнеры почистили, друзья? Впервые. Впервые вижу их пустыми. И вокруг, кстати, тоже все убрали. Респект. Потому что здесь обычно люди, которые отдыхают, мусором все здесь завалят. Не пройти здесь, не проехать. Сейчас все чисто, убрано. Вот пакет валяется. Давайте мы его тоже закинем в контейнер, чтобы его ветром в море не сдуло. Огромный такой пакет какой-то. Все. Так, ну надеюсь, там вокруг горы не сильно тоже подмыло, чтобы мы там смогли пройти. То я боюсь, что там были участки, которые прямо реально могут вот так же пострадать. Придется тогда ноги мочить. А не хочется ноги мочить зимой. Да, друзья, здесь тоже хорошенько все подразумевало. Вот этого прохода вообще здесь не было, чтобы вы понимали. Между огромной скалой и просто вот холмом этим. Здесь раньше грунт был вот так доверку. Сейчас, видите, образовался такой проход. Ну и берег чуть подуменьшился с этой стороны. И огромные камни здесь везде под ногами. А это я только начал десяти. Интересно, что будет дальше. Так, волна. Полегче. Да, ну те, кто был в прошлом году. Ой, ё-моё. Минус кроссовки. Утонул в грязи, друзья. Я пойду мыть их где-нибудь. Берег, короче, не узнаете. Те, кто здесь раньше ходил, все изменилось очень сильно. Ладно. Красавочки помою. Включусь. Нужно было идти поверху. Чем тут по камням передвигаться по скользким некомфортно. Вот так сейчас выглядит берег в этой части. Так, ну впереди еще там пару сложных участков должно быть. Они тогда были сложные. Я сейчас боюсь представить, что там будет. Здесь вроде бы уже дальше нормально. некоторое время будет. Нужно было сюда наверх на холм подняться и спуститься в курортное. Ну, раз уже пошли, пойдемте до конца. Ну все. Курортное совсем близко, друзья. Осталось нам немного. И мы прошли сегодня такой с вами маршрут. Конечно, идти было порой сложновато из-за вот таких участков, как здесь, допустим, где море прям к самой, к самой горе подступает, а сверху на тобой висят вот такие глыбы, огромные камешки. Это просто рыхлая земля, по сути, которая может в любой момент так же обвалиться. Но мы это сделали. Сейчас уже скоро выйдем на набережную, пройдемся по набережной. Если успею, то доедем до места, где уже расцвели подснежники. Покажу вам крымские подснежники. Они давно уже расцвели в Ялте, в Севастополе, но у нас вот только-только начинают они появляться в нашей стороне. Поэтому надеюсь, что сегодня успеем еще посмотреть на подснежники. Ну что, вот мы и добрались уже до поселка Курортное, друзья. Идем на набережную. Как видим, пляжик здесь широкий. Пляж здесь хотя бы не смыло. Поэтому Курортное я могу точно рекомендовать. Смотрите, шторм был настолько сильный, что аж вот сюда на такую высоту вылетала галька. Вы представляете? Такие здесь были волны. Но, к счастью, здесь был такой шторм, который не забирал пляж, а наоборот его отдавал. Потому что пляж реально широкий стал. Я могу еще разровнять, потому что здесь прям вот она, огромная такая гора лежит этой гальки. Пляж еще станет метров на пять, а то и больше по размерам. Так, ну что, Курортное. Не знаю почему, друзья, но тоже обожаю этот поселочек. Он такой маленький, тихий, спокойный. В общем, нравится мне здесь. Обстановка такая своя. Конечно, здесь тоже не все идеально на самой набережной, но почему-то вот душа лежит к этому месту. Не знаю, как объяснить вам. Но те, кто приезжают в Курортное, скорее всего, меня поймут. Естественно, сейчас зимой тоже здесь ничего не работает, к сожалению. Но уже к лету снова все, друзья, будет функционировать. Все кафешки, ресторанчики, столовые. Здесь, в принципе, жилье недорогое в Курортном. И покушать тоже здесь недорого. Поэтому могу смело его рекомендовать. Плюс здесь прекрасный вид на кородак. Ты идешь по набережной, у тебя открывается шикарный просто вид. Сейчас мы выйдем туда, на основную набережную, покажу вам. Ну, я уже показывал сто раз. Сто первой давайте посмотрим. Здесь, типа, такая кипарисовая аллея наша, торговая зона, можно сказать. Здесь кафешки, ларьки, киоски. Все здесь, друзья, расположено в этом местечке. Рыбаки приехали на рыбалку. Ну, видите, зимой вот такие маленькие поселочки, они замирают на время. И мне это очень нравится. Когда ты идешь, такой один. Кажется, что все, ты единственный тут в мире человек. Ну, такие ощущения, конечно, прикольные. Так, прямо пойдем или сюда свернем? Ладно, давайте прямо. Вот эти точки здесь все открываются тоже летом. Продается сувенирка для купания, разные штуки. Ой, здесь, помню, вкусные лепешки тандырные делали. Вот так выглядит курортное зимой. Так, ну, мы недавно были на биостанции. На биостанции уже, друзья, не пойду. А здесь по набережной просто прогуляемся. А нет, вот даже точки некоторые работают, друзья. Овощи, фрукты. Так что можно идти на набережной скупляться. Так, ну, здесь протекает река. Вот оно, конечно, русло здесь прочистить нужно, я считаю. Потому что вода с гор, с источников после дождей вот здесь сходит. И вытекает вот так в море. Так, ну, а мы выходим уже на основную набережную. Так, что-то пахнет едой. Да, друзья, вот чебуречки уже работают. Слушайте, шаурмай, антыки и все остальное. Так, уже заведения по чуть-чуть открываются. Это хорошо. Слушайте, в Судаке даже на набережной чебуреков нигде не поесть. А здесь уже можно чебуречков поесть. Круто. Так, ну и вот она набережная. Набережная здесь широченная. И в центре идет огромнейшая клумба. Вот она, друзья, клумба. Сейчас выйдем сюда, поближе к морю. Так, здесь кто-то повесил матрасу сушить, видимо, после шторма. Намочило у кого-то, либо после дождей. Так, ну здесь тоже был сильнейший шторм, потому что я вижу, галька аж вот сюда ее занесло. Тоже на набережную. Ну, видите, к сожалению, тоже тут не убирают к сезону. Не к сезону вообще просто не убирают, к сожалению, пока набережную. Только, видимо, к сезону ее и убирают. Ну, как в Коктебеле мы видели такую же картину. Так, ну слушайте, точки почти открываются. Вон еще одна точка работает. Впереди вон точки уже работают. Все, сезон начался. Что я могу сказать? Можно смело ехать в курортное на отдых. Здесь, кстати, работает пансионат. Вот он, Крымское Приморье. Видите, вон белое здание большое. И они и зимой работают, и летом вообще в любое время года. Поэтому покупайте туда путевочку. Он прямо на берегу находится. У них есть выход вот здесь. И попадаете на набережную. Так, давайте взглянем на пляжи. Ну, тут пляжи мне, честно сказать, не особо вот эти нравились. Я, если купался, то, помню, туда ходил, на тот дальний пляж, который я вначале показал вам. А здесь в основном камни. Ну, либо туда, на самый-самый первый пляж, на набережной которой. Там тоже заход в море хороший, камней больших нет. Вон, друзья, вулкан Кардак. Здесь высадили розы. Вот это вот розы растут. Но, видите, пока ничего не расцвели. Это уже ждем весну, лето. Летом будут, скорее всего, цвести. Здесь белые розы, такие шикарные. Вот, смотрите, точки уже работают. Я, честно говоря, не ожидал, что здесь вообще что-то будет работать. Но, как видим, запустились уже. И вот он, пансионат Крымская Приморья. У них, кстати, шикарнейший парк. Обожаю этот парк, гулять по нему. Но вот эти объявы, которые на столбах висят, огромнейшие. Я бы их убрал. Такси, еще там что-то, дайвинги. Ну, реально, смотрится ужасно и портит весь вид набережной. Так, ну что. Вот мы и прогулялись по набережной, друзья. Там за холмом уже биостанция. Там расположен дельфинарий. И там уже собирается экскурсия на кородак в субботу, на которую я тоже записался. Поэтому ждите скоро ролик с похода на кородак. Пойдем по тропе. Покажу вам тоже красивые там места. Фоточек очень много, я думаю, там наделаю. Ну, даже люди, видите, вышли на прогулку. Опять волны поднимаются. Так, друзья, откуда мы с вами притопали, представляете? Вот с этой точки мы с вами пришли. По берегу сюда. А с этой стороны, кстати, видите, вид на Эчкидак. Жаль, камера не так передает, как видит человек эти горы. Так, ну, место хорошее. Конечно, уборки здесь тоже нужно. Насколько я знаю, курортные относятся к феодосийскому, к феодосийской администрации, и они здесь главные. Поэтому, не знаю, дождемся ли мы тут уборки. Скорее всего, к лету уже сами предприниматели уберут набережную, я так думаю. Ну, посмотрим, что будет. Так, сейчас покажу пляж, на который обычно все ходят купаться. Море шикарное. Да, друзья, этот пляж тоже стал побольше, чем был. Вот, друзья, обычно вот сюда люди приходят на вот этот небольшой пляж купаться. Вот так. Давайте панораму вам еще покажу, вид. Так, друзья, скорее всего, вы посмотрели мой предыдущий видеоролик из Коктебеля, где мы прошлись по проблемным местам и показали их. Мне уже из Коктебеля написали, позвонили, сказали, Александр, ты показал только одну сторону, приезжай, мы тебе покажем вторую, выслушаем мнение второй стороны. Поэтому сейчас едем в Коктебель, послушаем, что нам расскажут люди, но выводы вы уже делаете сами, посмотрев тот репортаж и посмотрев этот репортаж. А мы отправляемся в Коктебель. Здравствуйте, меня зовут Миронов Артем, я фотохудожник, много лет продаю здесь свои авторские работы в Коктебеле на площади Волошино, многие меня знают. А сегодня мы собрались с жителями Коктебеля, с активными ребятами. Для того, чтобы обсудить один вопрос, после некоторых репортажов создается впечатление, что что происходит в Коктебеле выглядит в негативном свете. И всегда в любом регионе есть какие-то проблемы. Но мы говорим о другой стороне медали. Сейчас достаточно сложная ситуация, ну и в стране в целом, и у нас идет реконструкция, выделены деньги. Какое-то время просто надо потерпеть, чтобы все понимали. Но море никуда не денется, солнце никуда не денется. И поэтому я хочу сказать, что некоторые трудности, которые сейчас возникли, в результате они приведут к тому, что поселок станет намного лучше, намного чище, он станет намного комфортнее. Всегда найдутся люди, которым будет что-то не устраивать. Но давайте поговорим и о каких-то положительных вещах. Новая набережная, очистные сооружения. Да, затягивается строительство в связи с возникшими какими-то проблемами. Но я еще раз говорю, что тот, кто ничего не делает, тот не делает и ошибок. Поэтому на данный момент я считаю, что надо набраться терпения и отнестись с пониманием к тем проблемам, которые могут возникнуть. И мы вот с гражданами этот вопрос обсуждали. Хочется обратить внимание на то, что несмотря на тяжелую ситуацию, деньги выделены. Проблемы с площадью Волошина, касающиеся его разрушения. Это проблемы не нашего личного региона. Это общемировая проблема, изменение климата. Как вы видите, что участили шторма, они стали сильнее. Те сооружения, которые были строены здесь до этого и построены согласно определенным техническим задачам и характеристикам, они уже не выдерживают. Полностью смыт пляж. Это дополнительное финансирование. И хорошо, что сейчас это проявилось, и можно как-то на это отреагировать. Но нельзя говорить, что этот вопрос нерешаемый. Вопрос решается. И что касается властей местных, которые постоянно находятся в работе и пытаются что-то сделать, я считаю, что надо оказывать им какую-то поддержку моральную, помощь со стороны общественности, чтобы мы выходили всегда на конструктивный диалог. Потому что всегда очень просто найти везде недостатки. Еще раз повторяю, много возникает проблем. И всем понятно, что человек, который несет ответственность за что-то, он больше всего и будет подвержен критике. И это нормально. И еще раз говорю, с пониманием отнестись к октебель. Он продолжает оставаться к октебелям. Некоторые проблемы могут возникнуть. Но тем не менее, я еще раз говорю, прекрасное море, атмосфера. Мы идем на улучшение. То есть в дальнейшем все будет становиться только лучше. Потерпите, приезжайте. Все будут очень довольны, я считаю. То есть, вот, пожалуй, что я хотел сказать. Вот, посмотрите, образовалась трещина. Эта трещина не представляет прям большой беды и вопрос отрешаемый. Конечно, здесь придется все переделаться. Но за все эти годы подобных штормов и подобного смытия гравия просто не было. Видите? Весь гравий ушел. Набережная была рассчитана на определенные нагрузки. Нагрузки увеличиваются. Море становится сложнее. Конечно, пляжа не стало. Ну, я еще раз хочу сказать. Все будет переделано уже с учетом новых требований. И, скорее всего, что новая набережная уже будет более крепче, чем старая. Все эти вопросы решаемы. Боря забирает гравий, потом его отдает. И, как правило, каждый раз, когда шторм забирает гравий, он отдает всегда чуть-чуть меньше. Если мы посмотрим на набережную, которая была здесь раньше, до этого, то пляж был на 50 метров вперед. Это во времена жизни Волошина. Сейчас ситуация изменилась. То есть потихоньку уходит. Но это касается не нашего побережья. Это касается и Краснодарского края, и Черноморского побережья. Ну, я думаю, что и во всем мире ситуация меняется, и надо относиться к пониманиям. То есть нельзя винить в природных явлениях власти, нельзя винить в природных явлениях каких-то конкретных людей. Просто надо понимать, что надо больше вкладывать, проводить больше исследований, и уже делать так, чтобы проблем не возникало в дальнейшем. Вот, что я хотел сказать. Можно добавлю, не переключай. Добрый день. Меня зовут Игорь Нарбеков. Хочу сказать, что в Коктебиле появилась такая ячейка ломов, общественная, которая, вместо того, чтобы объединять людей, поселка, они их разъединяют и снимают только лишь негатив. Все, что видно плохое. О том, что хорошее, и то, что хорошее будет когда-то сделано, это никто не снимет, не отметит, никто не заедет на трассу Таврида, которую снимали. Она была в дерьме, в стройке, снимались плохие репортажи. Никто не заехал снять, какая она сейчас Таврида, какой аэропорт сейчас, какая набережная Ялты, какая Мрия, какая у нас куча новых заведений открывается, делаются локации, которые делают Крым прекрасным. Вот это надо снимать, а не то плохое, что можно сделать. Мы сейчас ходим в резиновых сапогах, но при любой стройке всегда есть грязь. От этого никуда мы не денемся. Так. Самое главное, что есть постоянная тенденция к улучшению, что власти об этом заботятся и постоянно пытаются что-то сделать. Ведется постоянно работа, которую там откладывали по каким-то причинам, что-то задерживалось, но мы видим положительные тенденции. Я еще раз говорю, набраться терпения и помогать вести конструктивный диалог с руководством, с властями. А это что? Я только умею критиковать, я только умею, как говорят сейчас, это хейтить, понимаете? А сразу конструктивное решение каких-то проблем насущных по сути не предлагается. Всегда есть положительные моменты, и я считаю, что мы идем в правильном направлении. Вот мы как раз сейчас у подножия Карадага, великолепный вид. А это один из лучших пляжей, может быть и самых лучших. Чистый пляж прибоя. Спокойно доступ для любых желающих. Как видим, после штормов, которые случились, отсюда тоже море забрало гравий. Ну, будем надеяться, что оно его может и вернуть. Все это будет разровнено перед началом сезона. Чистейшая вода, прекраснейший вид, пожалуйста, для посещения. Место это не затрагивает реконструкция. То есть, конкретно этот пляж будет работать, он будет открыт. Можно взглянуть еще на пляжи, которые тоже реконструкции не подверглись и будут открыты в этом году, в этом сезоне. Давайте, может быть, и посмотрим на другие пляжи. Вот, обращаю внимание, это гравий, который меловой. Но он уже обкатанный, он в полном порядке. Но сейчас гравий, который будет заводиться, по последней информации, это будет гравий из гранитных карьеров, который и не дает вот этого мела, который при обкатке волнами, водой, морем, потом может нарушать систему жизни морских организмов, то тот гравий, который сейчас привезут, он уже будет, значит, больше приспособлен и оказывать на общую среду более положительное воздействие. Конечно, в идеале завести, как когда-то планировалось, при более расширенном финансировании, рек, обкатанный угольку, который уже является обкатанным, который не надо будет формироваться в такие катышки. Но, к сожалению, по всей видимости, сейчас нет таких возможностей, потому что это планировали, насколько мне известно, заводить из Краснодарского края. И это большая работа, и, соответственно, что транспортные особенности это не позволят сделать. Но гравий, который гранитный, он тоже хорош. Со временем он откатается на новых пляжах и будет прекрасно выглядеть и удобен. Добрый день, друзья. Меня зовут Ришат. Я как-то белец, являюсь соучредителем пространства моря. Немного, попутешествовав по соцсетям, почитав комментарии людей, которые говорят только негативное, хотелось бы сказать следующее. Мы, местные люди, мы ценим, любим и уважаем наш родной поселок. Это наша вторая родина. Делаем все возможное для того, чтобы это место развивать, популяризировать. Не просто относимся к этому снисходительно в соцсетях, а делаем что-то своими руками. Того же желаем и остальным ребятам, которые высказывают свое только, подчеркиваю, негативное мнение в пространстве интернета. Даже если взять набережную, да, это перспективное место. Да, нужно подождать. Да, с 91-го года по 14-й мы не увидели каких-то видимых изменений. На сегодняшний день что-то происходит. Нужно оценить и это. Как местный житель я рад изменениям. Я вижу канализацию, я вижу ливневки, вижу новые водопроводы, газификацию, реконструкцию набережной. И сам не сижу на месте. Продвигаю себя, свое пространство для того, чтобы людям помогать, делать добро, развивать и просвещать наш родной Коктебель. А расскажите про свое пространство. Пространство моря – это развлекательная площадка. Планировалась она как фестивальная. К сожалению, после двух лет ковида не всегда можно было проводить масштабные мероприятия. Но несмотря на это, даже в этой ситуации мы не опускаем рук. Развиваемся, двигаемся вперед, делаем социальные проекты. И помогаем людям это тяжелое время перенести вместе с нами. Сплочившись, взявшись за руки, мы можем сделать этот мир добрее и лучше. Здравствуйте, меня зовут Антон Шповалов. Я директор пространства моря, местный житель. Опять же таки, наткнувшись на комментарии в соцсетях, посмотрев видео, различные видео людей, которые критикуют наш поселок, критикуют, что у нас здесь все плохо. Я считаю так, что критиковать может каждый. А что человек делает для того, чтобы сделать этот поселок лучше? Как мне кажется, если человек не будет личным своим примером, личным своим трудом привносить какие-то позитивные моменты, то ничего никогда не изменится. Как по мне, могу привести вам такой пример. Была прекрасная рыбацкая деревушка, называлась Дубай. И если бы там никто ничего не начал делать, не начал строительство, то она бы так бы и осталась маленькой рыбацкой деревушкой. Поэтому я считаю, что развитие это всегда хорошо, строительство это тоже хорошо, но приходится терпеть, немного ждать. Как-то так. Добрый день. Мы готовимся к сезону, готовим аквапарк, рассчитываем, что сезон будет не хуже. Все для этого делаем. Собственно говоря, ремонт ведется. Ведется не только мы пытаемся обновить, мы пытаемся сделать новую детскую зону, потому что, собственно говоря, рассчитываем на семейный отдых, на то, что к нам приедут родители с детьми. И мы все для этого делаем. Улучшаем и расширяем как раз детскую зону с таким прицелом, что как раз все, что будет проходить здесь, все ремонтные работы, восстановительные по набережной, они к нам еще привлекут сюда не только в поселок, семьи с детьми, но и к нам в аквапарк в частности. Мы, еще раз говорю, все для этого делаем. Надеемся, что будет сезон, будет все хорошо. И по максимуму, какие бы ни были сложности в Коктебеле, мы рассчитываем на то, что все будет хорошо и замечательно. Ну вот, полюбуйтесь, какая замечательная пляжная зона. Ей совершенно не мешает никакая реконструкция. Все как было, так и осталось. Посмотрите на этот песочек. Вот, меленькая галечка. Замечательный заход в воду. Прекрасный вид. Полюбуйтесь на кородак. Посмотрите, какая пляжная зона. Реконструкцию набережной мы даже не увидим и не увидим. Ничего здесь не будет меняться. С большой радостью приезжайте. Ждем вас. Получите, не забывая, вы впечатления проведете здесь прекрасный отдых. Коктебеле всегда рад вам. Ну что, друзья, вот вы выслушали два разных мнения. Своё мнение можете написать в комментариях под этим видеороликом. Обязательно его прочитаю. Ну, а я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравился сегодняшний наш поход по красивой крымской природе. Поддержите ролик большим пальцем вверх. Напишите свой комментарий. Подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что там будут опубликованы фотографии с моего похода. Всё. Всем пока.